Друзья, здравствуйте! Долго ждала солнечного денька, потому что у нас как-то в этой зимой мало солнышка. И снимать без солнышка не очень красиво. Но цвело немножко, думала немножко, пособирала, получилось множко. Ну и, как обычно, справа налево, здесь у меня цветет красавица Дельта Кинг. В этот раз у меня цветет с двух цветоносов. В прошлый раз как-то один цветок был, а тут, конечно, облако желтых цветов. Очень красивый гибрид с крупным цветком. Вот он, сам цветок. Ароматная. И все котлеи, которые желтого цвета, они имеют лимонный аромат. На заднем плане Дендробиум. Дендробиум Леди Пинк на Кинг Драгон. У меня цветет вот так. Цветок крупный. Ну, руку подносить не буду, он достаточно далеко стоит. Там еще один Дендробиум, который у меня расцвел. Пересорт там должен быть персикового цвета. А расцвел вот такой вот ушастик. Дальше у нас здесь Дендробиум. Дендробиум австралийский. Очень ароматный. Очень-очень сильно. Вот пока расцвел один цветонос. Но скоро расцветет и второй. Чем старше этот Дендробиум становится, тем кисти с его цветами все больше. У меня так никогда он рясно не цвел. И одна из особенностей, он может цвести как с материнской, так и с дочернего тубера. Здесь у меня цветет Майкай Майюми. Я в прошлом видео рассказывала, что не трогаю ее. И она вот решила меня порадовать. Цветочки они такие веселенькие. Их много. Красивая. Тут у меня на мелком плане по сравнению со всем это Дендробиум тетрагоном. Дендробиум тетрагоном. Который обычный. Гигантея. Сейчас набирочку я переверну. Вот цветет он в двух цветков. Самые, вот сколько у меня их оставалось, этих Дендробиумов, тетрагономов. Одни из лучших цветущих из всех. Вот такие вот цветочки. Красивые. Есть альбовый, а есть вот обычный. Мне обычный как-то нравится больше, потому что попробую я руку поднести. Ну вот сам цветочек. Вот такой вот маленький. Да и растение само-то некрупное. Вот бирка его. Да, гигантея, наверное. Вот так вот он расцвел. Здесь цветет. Тоже так у меня было интересно, как же он все-таки расцветет. Так, как показывают на фотографиях. Вот именно вот так он и расцвел. Вот он больше набирает цвет. Будут более яркие. Оранжевый, наверное, уже больше не будет цвета. Вот розовый будет более яркий. Будет. Это вот эта вот котлея. Вот оно ее название. На заднем плане расцвела достаточно в этом году рано. В феврале она весной цветет. Конхомиана типовая. Цветок она только распустила, поэтому он еще больше будет. Большой крупный цветок. Вот уходит бутончик. Конхомиана – это гибрид. Мосси на Пурпурату. Один из первичных гибридов. Его часто использовали этот цветок на срезку из-за того, что имеет крупные. Да и растение одно из легко цветущих и легко растущих. Здесь цветет у меня зимнего цветения Крузейра де Сол. Это не до ригана, просто котлея Крузейра де Сол. Плотный цветок. Восковой губу она немножко раскрывает. Но вот у нее зимнее цветение мне нравится больше, красивее, чем летнее. Летним цветков больше, но они немножко другие. Ну и расцвела, наверное, то, что у меня никогда не цвело. Это Чиолин. Чиолин Нью-Сити. Попробую я вырвать цветок побольше. Да. Имеет бархатистую структуру цветка. Очень ароматная. Просто, ну вот, вообще темные котлеи пахнут пряностями. И у них очень сильный запах. Один цветок, но он перебивает все. На фоне руки, вот такая вот красавица. Бирочка. Ну, она именно Чиолин Нью-Сити. Вот она. А здесь просто она Чиолинька. Поставщика. Вот такая вот темная красавица. Здесь цветет Айридис. Айридис природного вида. По-моему, Лавренсианом. Был длинный цветонос, но часть усохла. И вот то, что осталось. Вот такие вот небольшие восковые цветочки. Растения относятся к плохо приживаемым. Поэтому, если прижилось, уже удача. Так. И еще тоже один из старых дендробиумов. Уже отцветает. А еще здесь малышка начинает расцветать. Сидерия японика. Которая обычная. Не минмару. Поэтому растение крупноватое. И цветонос, конечно, красивый. Он, который вкусится, будет потрясающе. Тоже ароматное. Но пока раскрывается, еще не пахнет. Фаленопсис попкорн. То все равно спросят, что это фаленопсис. Ну и моя любимица. Это Лаэлия котлея Санта-Барбара. Сансет. Цветет с двух цветоносов. Очень красивое растение. Интересно вырвется цветок. Не хочет. Сейчас мы попробуем его немножко лучше. Вот он. Имеет прожилки на цветочках. Распускаются они сантиметров по 8. Сейчас они стали где-то по 14 сантиметров цветки. Само растение висит отдельно. Цветоносы где-то по метру. Вот само соцветие одно. И соцветие второе. Тоже красавица. И одновременно у меня всегда с ней цветет. В прошлый раз это было в январе. Они цвели. В этот раз они в феврале. И цветет анцепс. Альбовая анцепс. Просто одна из красивейших. Цветок белый, крупный. Тоже само растение вон висит. Наверху сам цветоносов здесь на столе. Ну и вот такое вот февральское цветение. По моим растениям. Кому было интересно. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует.